По приглашению жителей мы приехали по адресу Школьная 82. Давайте пройдем в подъезд и посмотрим, на что жалуются люди. Как мы видим, пандус есть, лестница не разбитая. Пойдемте дальше. Достаточно чисто запаха, учитывая то, что мусоропровод находится в подъезде. Особенного нет. Может быть проблема с лифтом? Нет, лифт работает. Давайте убедимся, едет ли он. Лифт едет почти бесшумно и не трясется. Мы не увидели ничего такого, чтобы угрожало здоровью и жизни местных жителей, доставляло дискомфорт. В этом году капитальный ремонт в нем не предусмотрен. В следующем году подана заявка на 2017 год на герметизацию межпанельных швов за счет средств фонда капремонта. Что касается фонда текущего ремонта по данному дому. На данный момент здесь работа выполнена на большую сумму, чем была собрана. Разница составляет порядка 900 тысяч рублей. То есть с 2007 по 2015 год практически каждый год здесь какие-то работы проводились. В основном это были работы, связанные с герметизацией швов, также производилась замена дверей и кровли. А на те средства, которые управляющая компания соберет в этом году, можно будет уже запланировать ремонт на следующий. Информацию о том, какая сумма денег собрана на данный момент и какие работы предполагается провести, легко узнать в своей управляющей компании. Что же касается технического состояния лифтов, то этот дом под программу их замены не попал. Та организация, которая обслуживает лифты, она проводит каждый год освидетельствование, подписывает такты. Если лифты, допустим, выработали 25-летний срок нормативный, соответственно, их эксплуатация либо продлевается, либо не продлевается путем тщательного осмотра и проверки. Еще одна насущная тема среди местных жителей – состояние детской площадки. Будучи отремонтированной в прошлом году, по их мнению, она уже находится в запущенном состоянии. И если в случае с домом, где многочисленные жалобы не подтвердились, то площадка действительно выглядит, мягко сказать, плохо. Трава не окошена, некоторые качели сломаны, плакокрасочное покрытие отслаивается. Она уже поношенная, я бы ее обновила. Площадка нам нравится, единственное покрытие нам не нравится. Плохое покрытие здесь. Прорезиненным покрытием этот двор почему-то обделили, но гост не нарушили. Оно может быть как резиновым, так и песчаным или из гравийной крошки. Что же касается нарушений, инспекторы Государственных надзора обещали привлечь к ответственности виновных. Мы будем принимать меры к организации, которая обслуживает данную детскую игровую площадку. Будем вызывать в ближайшее время и принимать меры. Юлия Погасян, Константин Брылов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.